Да, годы шли. Сын Альфред стал взрослым, окончил школу и поступил на краткосрочные курсы по подготовке гостиничных администраторов. Вскоре он уехал на юг и устроился работать в гостиницу. Тамара по-прежнему вышивала на ковриках кошек, лебедей и оленей. Она стала еще скучнее и сварливее. Кроме того, она познакомилась с одним холостым основным директором и теперь грозилась Сергею, что уйдет от него к этому директору, если Сергей не возьмется за ум и не бросится его изобретательство. Светлана по-прежнему была очень довольна своим Петей. Петя шел в гору, теперь он был уже в чине среднего изобретателя. Он сконструировал даже четырехугольные спицы для велосипеда взамен круглых. Светлана им очень гордилась. Люся, как и до войны, жила на Васильевском острове. Она работала машинисткой в конторе «Рояль-запчасть». Там планировались и конструировались сопостные части к роялям. Люся до сих пор не вышла замуж. Она часто вспоминала Сергея. Однажды увидела его издали, но не подошла. Он шагал по седьмой линии в кино «Балтика» с женой. Люся сразу узнала эту женщину с фотографией. А Сергей тоже очень часто вспоминал Люсю. Чтобы поменьше о ней думать, он старался направить свои мысли на новые изобретения. Но так как у него не было никакой ученой степени, то никто особенного значения не придавал его открытиям, а проталкивать свои изобретения он не умел, да и не слишком к этому стремился. Ему все казалось, что приборы его еще очень несовершенны и что нечего ему соваться с кувшином и рылом в калашный ряд. Так, например, он изобрел прибор-склокомер-прерыватель и установил его в своей коммунальной квартире на кухне. Этот прибор имел шкалу с двадцатью делениями и учитывал настроение жильцов, а также интенсивность склоки, если таковая возникала. При первом недобром слове стрелка его начинала дрожать, отсчитывать деления и постепенно приближалась к красной черте. Дойдя до красной черты, стрелка включала склока-прерыватель. Раздавалась тихая умиротворяющая музыка, автоматический пульверизатор выбрасывал облако распыленной валерьянки и духов в белую ночь. На экране прибора появлялся смешной вертящийся человечек, кланялся публике и говорил «Живите, граждане, в мире». Таким образом, склока прерывалась в самом начале, и в квартире все были благодарны Сергею за его скромное изобретение. Еще изобрел Сергей плоскостную оптику. Обработав соответствующим образом кусок оклонного стекла, он придал ему свойства линзы с гигантским увеличением. Вставив такое стекло в окно своей комнаты, он мог наблюдать марсианские каналы и лунные кратеры, венерианские бури, когда Тамара уж слишком допекала его. Он смотрел на дальние миры и утешался. Но практической выгоды от всех этих изобретений не было. Вот только на спичках получалось экономить. Дело в том, что Сергей открыл способ превращать воду в бензин, а так как он много курил, то, приобретя зажигалку, стал заправлять ее своим бензином. В общем-то, жизнь его текла не очень радостно, и от Тамары радости было мало, да и от сына Альфреда тоже. Когда Альфред приезжал в Ленинград, он беседовал главным образом с Тамарой. «Ну как живешь?» – спрашивал он ее. «Да какая у меня жизнь?» – отвечала Тамара. «Единственная радость у меня – искусство. Вот погляди, какого оленя вышиваю». «Олень что надо?» – восклицал Альфред. «Как живой? И рога здоровенные. Мне б такие рога. Далеко б я в жизни пошел». Вот отецство не понимает искусство. Ему лишь бы изобретать. Мало от него толку. Зато непьющий – это ценить надо. Бодро утешал ее сын. В жизни он, конечно, плохо продвигается. Да, может, еще за ум возьмется. Как посмотришь на других, что в гостинице останавливаются, обиды за отца берет. Тот главснабженец, тот иностранец, тот научный работник. Недавно доцент один в люксе жил. Этот автобиографию Пушкина написал. Дачу имеет, машину. «Да где уж мне с таким мужем о дачах мечтать?» – уныло тянула Тамара. «Надоело мне с ним, разводиться хочу». «А на прицепе есть кто?» «Есть тут один отставной директор. Холостой, искусство ценит. Я ему лебедя вышитого подарила, как ребенок радовался. С таким не пропадешь». «А он директором чего был? Не гостиницы?» «Он директором кладбища был. Человек серьезный, чуткий. Должность обязывает», – соглашался сын. «Он директором кладбища был. Человек! Бреб siitä, насколько не приня», « risen он советит?»